МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вас святая служба информации, телерадо-компании Гомель, у студии працуя Наталья Игнатенко. Глядите ух этим выпуску. Сгодно с распоряджением президента Беларуси, 11 представников Гомельской области отримали прэмии специального фонда керавника краины по патрымце Таляновитой молоди. Селетний переможца конкурсу стартап ГДУ Ягур Кустов реализуя новый проект. На Гомельщине реализуется экологичный проект «Чистая крыница». А зараза б гэта меньшим, больш подробязна. До 1800 доследовання за сутки. Зараз у Гомельской области 9 лабораторий проводят тесты на COVID-19. Яшчо у Сыковяку их было у сего 2. Гомель, Светлогорск, Мазыр, Жлобин. Цяпер зарабить анализ можно не тольки у областным центры. Процесс круглосуточный. Лаборанты и урачи-вирусологи працуют по 12 годину. Полные экипировцы. Кастюм, респиратор, окуляры, пальчатки и бахилы. Мы производим исследования методом ПЦР в режиме реального времени. Тесты все белорусского производства, они очень современные и наиболее точные. Этот метод основан на определении нуклеиновых кислот в биологическом материале человека. Средняя продолжительность проведения исследований в нашем учреждении составляет около двух дней. Двое суток с момента доставки пробы в лабораторию до выдачи результата на медучреждение. За весь час работы Гомельская лаборатория зарабила больше 60 тысяч проб на COVID-19. При этом специалисты нагадывают. Доследования на коронавирусную инфекцию робятся только по призначению урачам. Сгодно с распоряджением президента Беларуси, 11 представников Гомельской области отримали премии специального фонда керавника краины по поддержке таляновитой молоди. Успеся узнагородженных на ученцы Гомельских мастацкого колледжа, колледжа имя Соколовского и школы мастацтва имя Чайковского. Отповедное посвечение отримал и удельник узорной студии циркового мастацтва «Арена» с Мазыра. С таляновитым молодым артистом познайомилися наши корреспонденты. У студии циркового мастацтва 12-гадовый Арсений Артюшка займается 6 годов. И он, саправды, уникальный артист. На гэтый раз, подчас тренировки, мазырский эквилибрист выкористовывая 5 катушек. Але подчас выступлению на международных фестивалях их колькасть побелешивается до 8. У свете такого номера нема ни одного молодого артиста. Сярод дорослых профессионалов стать одразу на 8 катушек могут усяго 6 человек. Нумер, саправды, экстремальный. Але самому Арсению таки экстрим подобается. Мне это, наоборот, нравится. Я люблю всякую высоту, экстрим. И плюс это еще и необычно. Поэтому мне это очень нравится. Мазырская арена – коллектив сам по собе уникальный. Урозные часы тут може займаться до 100 человек. Нехто вытримливает тольки некольки тренировок. Инши застаются на гады. Природный талент, жадание досягнуть творчих вышинь и штодионные трогадзинные репетиции приносят добрые выники. За час иснования студии «Арена» ее выхованцы примали удел у 67 конкурсах и фестивалях. И за все заверталися з узнагародами. Россия, Китай, Германия, Куба, Италия, Турция, Израиль. Майстерство молодых мазыран захаплялися у шмат яких краинах. У Беларуси это успехи оценивали належным чином. Арсений Артюшка стал 20-м выхованцем студии, який отримал премию специального фонда президента по поддержке талиновитой молоди. Конкурсов очень много за эти годы. Это начиная с первого конкурса в Беларуси, когда-то в Климовичах была цирковая номинация. И заканчивая сегодня, наверное, об этом конкурсе мечтают все артисты профессионального циркового искусства. Это «Монте-Карло», где мы удостоены тоже второго места. И, в общем-то, вот эта награда представлена. И получившие за этот конкурс тоже гран-премию президентского фонда. Олег Сенцюров, Ольга Коновалова, Евген Макенко, телерадиокомпания «Гомель» из Мазера. Бьюти-коворкинг – такий проект реализует у Гомеле селетний переможца конкурса «Стартап ГДУ» Ягор Кустав. Заснование власной справы практически супало с початком пандемии коронавируса, что для предпринимателя без опыту стало додатковым выпробованием. Как студенту отримавливается вести бизнес, доведалась Марина Джалая. Ягор вучится на четвертом курсе университета «Мяфранциска Скарины». Открыть свою справу Марил давно. Свои силы вырешил выпробовать у якости удельника бизнес-школы «Стартап ГДУ». Ей керавнисту пропонувал идею – створить бьюти-коворкинг. Летость у Снежня оформил индивидуальное предпринимательство, у лютым запустил бизнес. Складенность охапает – это и пандемия, и необходимость шукать майстров. Ли за довольнение, отведение власной справы усягу в 21 год – значительно больше. Появилось действительно классное увлечение, которое в целом может что-то принести по итогу. Ну и, конечно, оно приятное, потому что это твое увлечение, созданное тобой. Коворкинг отримал популярность в Беларуси несколько годов тому, разом с развитием невеликих компаний и фрилансеров. Первым просто невыгодно рандовать великие офисы, а другим часом потребуется прационное место для проведения деловых сустрерж. На прамок Ягора – сфера прихожости. Он пропонувает майстрам зручную и добро обсталеванную пляцовку, куды яны приводят своих клиентов на стрижки, визаж, маникюр, нарушивание веек. Термин окупности проекта – коля двух годов. Кировниста бизнес-школы так само натхняется выниками працы своих выпускников и запрашая новых удельников. Школа, безусловно, будет продолжать свою работу. Я уверен, что в следующем году будет еще больше студентов. Задача школы – это не просто что-то рассказать, а задача в том, чтобы каждый студент попробовал сделать этот шаг. Конкурс бизнес-проекта в стартап ГДУ в университете прошел четвертый раз. С каждым годом цикавость до удела у им расти. Все лета за перемогу змагались 35 студентов з разных курсов и факультетов. Перенеджала Игорь Маришченко, телерадио «Компания Гомель». Надборья довольно часто порушает планы агрария и отриманный ураджай не за все да отповедает их надеям. Однако, когда приходят к земле по господарски, малю все проблемы можно обмянуть. Упевниться угетом можно на прикладе Житковицкого района. Ветераны аграрной галины подобных до селетних складанных метауму навык не могут узгадать. Полная отсутность опадков, бесснежная зима и ночные заморозки поздней вясной. У всех эти испыты приходилось неодноразово урозные часы проходить аграриям. Однако, кабусю одразу, такое на их памяти здарилось и у першиню. Однако, капрызы на дворья не могут мощно поуплывать на планы, кали полевые работы проходят у оптимальные термины и с выполнением всех технологических потребов. Что касается сохранности, то уже с осени прошлого года большинство культур посеяны по технологическим принципам. Это внесение полного комплекса азотных, фосфорных и калийных удобрений и уходные мероприятия. Это химпрополка с осени. На площади 60% практически закрыто с осени. Те культуры, которые сеялись попозже, химпрополка выполнена весной. Все лето в Житковицком районе не нарокают на небесную канцелярию и не думают об стратах, а на дворот различивают на добрый ураджай. 54 тысячи тонн зерневых с уликом кукурузы, что амаль на 5 больше, чем летость. Постепенно переходим на полное, постоянное стационарное кормление скота. В районе увеличены посевы кукурузы на силос на 2000 гектаров. Также в районе посеяны осенью прошлого года кулисные культуры на площади 606 гектаров. И уже на сегодняшний день идет заготовка сенажа из кулисных культур, а также они вводятся в кормосмесь для подкормки крупного рогатого скота, что тоже свой отпечаток с лучшей стороны дает производство молока и продукции выращивания. На листопад этого года в Минску запланованный 6-й Международный водный форум «Крыницы Беларуси». Его мета – выпрацовую крашенню по устойливым функционованию водных экосистем. В рамках святкования сусветного дня ховы новокольного асяродя, який означался на этом титре, на Гомельщине привели у парадок я еще одну «Крыницу». Причем, разом с экологами в делу акции приняли мясовое сельскохозяйственное предприемство и предпринимательники. Наши корреспонденты поцикавилися зробленным. Мета на керованым одновлением «Крыницы» у Гомельской области занялись в минулом году. После проведения мониторинга спис унесли больше 250 объектов. Привести у парадок усе и у степлы термин оказалось складано, а тому першопочатковую увагу звернули на «Крыницы», яке окорастаются у насельництва наибольшей популярностью. В первую очередь, конечно, обустраиваются те родники, которые имеют хорошее питьевое качество. Они постоянно востребованы со стороны населения. Ну и, скажем так, население благодарно за то, что такие родники открываются. Наша цель, конечно, с тем, чтобы обустраивать родники, с тем, чтобы люди обратили внимание на данные водные объекты и бережно к ним относились, как к любому объекту природы. «Крыница Калявёцкий-Стрэшен» у Жлобинском районе вядомая давно. Во всяляком разе мясцовые жихары приходили сюда еще на початку минулого стагодзя. По легенде, вода поступает с подземного в озеро. Экологи с этой кропкой гляджания не спрачаются. Урешті любой водоносный пласт можно лишить подземным водоемом. Головное, что «Крыница» есть и функционирует на протягу наполнения одного стагодзя. Подчас проведения работ по ее доброупорадкованию удельники акции не только провели упорадок в саму «Крыницу», але и зробили новую лестницу. Покольки «Крыница» знаходятся у низи крутого берега Дняпра. Пользуюсь сама этой водой тоже, да. Этим родником пользуются люди уже с давних пор. Вот даже взрослые люди, которые приходят сюда брать воду, рассказывают о том, еще будучи детьми, они приходили на этот родник и брали воду отсюда для собственных нужд. Что год, якость воды у «Крыницах», яке выкористовывая насельництва, контролюються супрацовниками Мясцового центра гигиены и эпидемиологии. Поколь подставу закрывать, ни одну з них у Жлобинским районе нема. Урешті гэта саправды чистая природная вода, якая вельми редко перевышает допущальные покачки по особных параметрах. Причым заусёды такие отхилень не выкликаны выключено вытворшей дейностью человека. Вода портится в калацах, не такое качество. И вот все переключились, даже стрешен лежу, многие ездят именно сюда за водой. Вода, вода смачная, хто я пью тудой, гожеве. Зараз Гомельским областным комитетом природных ресурсов и Аховы Новокольного Асяродзя сумесно за Ассоціацией Дятей и Молоди обвешаны конкурс СМ «Крыница выратавання». У делу им могут принять школьники и молодь во взросле от 8 до 21 года. А про чатаго уперед с 5 червеня до 15 липеня будет проводиться экологичный конкурс на лепшие работы по инвентаризации крынец малой родимы. Да у делу у им запрашаются усе жадаючие. Конкурс будет проходить у формате онлайн. Работы можно досылать на электронную пошту. Mail.sobaka.recowr.by Александр Роу, Сергей Негеревич, Андрей Иванов, Телерадио, компания «Гомель», Жлобинский район. Как в подчас летних каникулах дети не забыли правила дорожного руху, Державта инспекция Гомельской области распрацвала для них познавальную настольную гульню. Ее треба раздруковать, взять кубик и сделать специальные фишки. Правила, намалеванные на гульнявом поле. Для друку его можно взять у телеграм-каналя «Добрые дороги Гомельщины». Кожное дитя мае право на счастливое дятинство, клопот батьков и утульный дом. У Гомелли на гэтым тыдне открылся яшедзин дом семейного типу. На улице Хуторской у советским районе Гомеля на васелле святковали Наталья Раджанка и шесть яе выхованцев. У гостя завитала Ганна Каральчук. У нас в комнате стоит три шкафа. Один платиной, два с вещами. И еще один стоит, в котором книжки стоят и кубки будут по карате. Можно во двор выйти, поиграть, на велосипедах кататься, в обычной же квартире. Так нельзя. Марина – первая приемная дочка Натальи Раджанка и самая старейшая из всех детей. Девчонцы 12 годов. Она любит спорт и займается карате. А еще допомагает маме доглядать за молодшими. Зараз в новом доме живут шестеро детей. Две девчонки и четыре хлопчики, два с яких близняты. Все лето у семью примут еще троих. В новом доме достатково место для всех. До того же Наталья Раджанка мает богатый опыт в выховании. Женщина вырастила троих уластных детей и мает четырехгодовый стаж работы с приемными. Мы все делаем вместе. Дети одни, одно, друге другую. Все помогаем друг другу. Готовят все вместе, поэтому все получается чудесно. Они все один на одного смотрят и потом повторяют новые за вот этими старыми. И они как-то вливаются и все. Очень хороший такой коллективчик подобрался. Удачные дети. Вообще замечательно просто. Но они дружные дети. Вечером мы собираемся любым играть в игру. Или за столом сядем, вечером поговорим, кто что у кого какие дела, новости, у кого какие проблемы. Просторный дом обсталеваны у всем необходным. От бытовой техники до мебли. До помогали у оснащения предприемства советского района. До свято гости так само привезли шмат подарунков для детей. Цацкий, спортивный инвентар и просмаки. На первые дни новоселья у дворы дома пройшел субботник, подчас якого супрацовники администрации советского района и организации «Беларусь» высадили больше за 30 плодово-ягодных древ и декоративных кустов, а так само усталевали гульнявую пляцовку. Дети разом с Натальей Побач разбили невеликий огород и доглядают за рослинами. Открытие сегодня дома семейного типа является реализацией государственной социальной политики и поддержки детей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, оставшихся без попечения родителей. Дети получают возможность воспитываться не просто в доме, а еще в семье, где их всегда поймут, обогреют. Створение домов семейного типа допомагает детям-сиротам адаптоваться в громадстве и рыхтует их до дорослого самостоинного життя. Новый дом стал другим по лику в советском районе и семим в Гомеле. Ганна Кральчук, Павел Антонов, телерадио-компания «Гомель». Призвание быть мостаком. Проскартины Жихар Йельска Миколай Пелепчук передает свое почутствие, переживание, уражение от природы. Сталиновитым мостаком сустрелся Дмитрий Котау. Малевать Миколай Пелепчук почав с детинства. Любимое хобби не покидал и у дорослому взрости. Коли працалотковался на предприемство «Сельгазтехника», на его талент звернули увагу. Миколай Кирилович почав займаться оформлением, упрыгоживал стены и малявал плакаты. После працавал в мясцовой школе, где створал великое панно, и в кинотеатре, где занимался створением рекламных шильд. Коли мостак вышел на пенсию, то смог значительно больше часу надать живопису. Сегодня не треба никуда спешаться, и можно спокойно подумать над сюжетом будущей картины. Пензель и оловок мостака – только инструменты. Соправдные шедевры створаются розумом и сердцем. Миколай Пилипчук – яркая творчая особа, и его работы тому подтверждены. Она долго писала, с месяца два с половиной до трех. Почему? Почему она так долго рисует? Потому что не постоянно и не каждый день. Правильно? Пописал немного, можешь отложить на неделю, потом продолжать. Подсыхает слоя. Каждый слой должен подсохнуть определенно. Если я нанес сейчас красочный слой, живопись должна, масло оно нельзя. Я если в лесу белило назад, то сделаю грязь на картине. Почему они идут на контраст? Они контрастные, вот такие яркие, потому что я их не тороплюсь закончить. Я медленно выписываю, когда схватился нижний слой. Я положу тогда следующий слой. Он усиляет предыдущий слой. И пошел, и пошел. И тогда уже начинает нравиться картина тебе. Все, ты радуешься. Картины автор писал про то, что он любил, чем натхнявся, а в чем хвалявался. Один, что было постоянным у этим творчим цикл, и он за все доробил свою працу щиро и с душой. Если это зима, я люблю и солнце. Я люблю засветить солнце в эту зиму. Хорошо смотрится зима. Прекрасно, тени, святотени. Передача хорошая. Видите, не так много загружено листво. Если бы это было лето, тут бы ничего не написал в этом пейзаже. Просто эти ветки заслонили бы дальний план. Перспективы бы не было. А я вообще работаю с перспективой. Каждая картина, смотрите, она идет до линии горизонта. Я люблю глубокую перспективу. Живопись для Миколая Пилипчука – это не только призвание худшей, сенс життя и душевная необходность. И вельми важно, как свержаем остак, как жадание працовать над картинами не зникало, как мага дольше. Есть планы, есть задумки, есть много начатых работ, которые буду еще завершать. Планы есть. Я все-таки подумаю. Я не хочу просто только гнать пейзажи. Я их уже слишком много написал. Надо все-таки придумать военную тему, может быть, чернобыльскую тему. Дмитрий Котов, Сергей Лукашук, телерадиокомпания «Гомель» з Йельска. Гэтая, а так сама иншая новинная информация об проектах телерадиокомпании «Гомель» вы можете знайсти на нашем сайте у интернете по адресе www.tvrgomil.by. На этом выпуск завершен. Добрых вам выходных днём и до новых встреч у эфиры. Редактор субтитров А.Семкин